Чебоксарский центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с удовольствием встречает гостей. Особенно тех, кто знакомит их с потенциальными профессиями. На днях к ребятам пришли кинологи. Подробнее Юлия Важенина. Посадить собаку. Сидеть. Положить собаку. Лежать. Отряд хороших мальчиков в составе немецкой овчарки Джой и лабрадора Стива показывают зрителям свои навыки. Эти пушистые полицейские не только выполняют команды сидеть и лежать, но и с легкостью могут определить по запаху владельца, например, телефона. Или найти спрятанные наркотики. Сидеть. Ай, молодец, хорошо, нюхай. Стив начал служить в ведомстве совсем недавно. Год назад вместе со своим напарником он прошел обучение и теперь без труда выполняет поставленные задачи. Специализируется Стив, как и почти все лабрадоры, на поиске и обнаружении наркотических веществ. Представления многих собаки такой профессии агрессивные, но на самом деле это совсем не так. Собаки по поиску и обнаружению наркотических веществ, они так считаются дорожелюбные собачки. И по сути, ну, с одной стороны, как бы они предотвращают пронос запрещенных предметов в учреждение. И для этого нужна нам эта специальная собака. Всего в кинологическом отделении 4-й колонии 16 четвероногих полицейских. У каждой своя специализация. Если Стив – наркоразыскная собака, то Джой – патрульно-разыскная. Он может не только найти, но и обезвредить преступника. Мне очень понравилось это мероприятие. Мне очень понравилось, как собаки участвовали в разных розысках. Как это все происходило, было очень интересно. Кинологи управляли собаками. Они давали им указания, собаки выполняли. Я сегодня узнал профессию кинолог. И, может быть, в дальнейшем я стану кинологом. Теперь стать кинологом мечтают многие ребята. Хотя без специальной подготовки и профильных курсов здесь не обойтись. Но самое главное – нужно любить своих четвероногих друзей.